Смотрели Я Легенда. Кто хочет передать содержание? Фильму. Дети или взрослые? Я Легенда. Ну о чем фильм? Ну по порядку начать говорить, как развивается сюжет, чем заканчивается, к чему призывает какой-то фильм. Что молчить это? Ну, давай, выходи. Только по порядку. Они так, ну это она, она пух-пух, тух-тух и все. Начинается все с болезни рака. Начинают вылечивать рак, но это у них не получилось и получился вирус. И один человек в Нью-Йорке выжил. И он начал выискивать болезнь, из-за чего случилось. И лекарство искать. И вдруг начинается так, что погибает его семья вся. Его лучший друг, сын. Кого его? Табожди, остановись. Вот кто-то где-то как-то рак его семья. Какая его семья? Бегемота, крокодила, динозавра. Главного. Какого главного? Героя фильма. Да никакого героя. Ты события говори, а не про героя. События происходят так, что он находит лекарство это и сам умирает. Ну что, ну состав фильм по этим словам. Ты понимаешь, когда готовят фильм, написать, допустим, Иван Васильевич меняет профессию. Сколько там сотни тысяч картинок, как развивается, как будут двигаться, говорить, какой артист, в каком возрасте. А то раз, раз, раз они погибают, оздоровляют, все, наелись блинов и померли. Таня, ничего не мог рассказать. Мы однажды такой фильм разбирали, и ни один не мог рассказать. И потом только один стоял в конце, говорит, я могу. И сказал, заказной фильм, главное-то заказной. И цель его вот такая, для чего его поставили-то? Каждый фильм это большие-большие деньги, миллионы, иногда сотни миллионов уходит долларов. Артистам платят. Которые сцены большие, каждому платят. Они приходят, работу оставляют. Сказали, ты иди одетый, так, другому там прыгни, третьему упади. Они не артисты, но создают массовку. Так, я легенды осмотрел, Никита? Смотрел. Так, рассказывай. Выходи. Детям не рассказать этот фильм. Сюжет таков, что изобрели лекарства от рака. И все подопытные, все выздоровели. По новостям передали. Потом дальше кадры фильма, пустой Нью-Йорк. И главный герой, этот полковник, он охотится на оленей. Охотится на оленей? На каком олене? Что это ради в Нью-Йорке, а оленей? Нет, там оленей. Там ламы. Да тихо. Нет, они ламы. Он не воспринимающим к этому вирусу, то есть не воздушно-капельным, не укусом путем. Он может с ними как-то вот контактировать с этими существами, которые от людей остались, которые кроме тех, кто вымерли. Этими зомби. И ищет лекарства, чтобы излечить этот вирус, чтобы остановить его. Благодаря их, что тебя этот вирус не задел. Ну давай, выходи туда. Сидели, смотрели, кормили вас сегодня. Зачем? Объясняй. Ну, скажи, как вот готовят рак там, ну как это выглядит в фильме? Был доктор, и началась болезнь. Был доктор, и началась болезнь. А вот доктора бы не было, оттуда бы не началась болезнь. Добить их докторов на каждом шагу паразитов. Ну, началась болезнь. Не мукой, но лошади нет, он сдохла. Началась болезнь рака. И этот доктор начал искать лекарства, которым можно вылечить людей, которые заразились. Тимоша, остань как следует, не придуряйся. У него была собака, которой он охотился на зомби. Что такое зомби? Манкурт-зомби. Там такое слово встречается хоть раз? Это манкурт-зомби. Подожди, подожди, до тебя вообще дойдет, туда же встали что-то рядом. Манкурт-зомби. Манкурт-зомби. Тихо. О, тут делается уже понятно, о чем речь. И что? Он поймал одну, одного манкурта женского пола. И попробовал лекарства на ней. Сначала у него ничего не получилось. Потом через несколько дней он увидел, что этот манкурт начинает выздоравливать. Очеловечиваться. Потом он начал бороться с манкуртами. Почему? Потому что они начали на него нападать. А как нападать они начали? Ну они хотели его съесть. Ну в чем это выражалось? Как они бегали? Он убегал от них? Да нет. Он побежал. Тихо, тихо. Так, давай сюда, выходи. Нашли по порядку фильм, передай в кадр, чтобы понятно было, как события развиваются, с чего начинаются. С самого начала рассказывать? Конечно, не с конца. Все началось с того, что одна женщина, доктор, изобрела лекарство от рака. Они начали распространять это лекарство, и те, кто принимал его, вылечивались. Но позже оказалось, что это лекарство, оно и вызывало вирус. Этот вирус распространялся по воздуху и прикосновениям. Этот вирус распространился по всему Нью-Йорку, а позже и по всей Земле. Большая часть людей от него умирала. Примерно 1% у 1% населения был иммунитет, то есть они не могли этим заболеть. Примерно половина миллиона населения людей, у них вызвалась такая реакция, что они превратились в манкуртов, то есть они утратили все свое человечие, стали какими-то подобием животных, ну так скажем. В Нью-Йорке остался один выживший человек, он был доктором и полковником. Он начал искать лекарства от этого вируса, ставил опыты на животных, на крысах. И однажды он увидел, что этот опыт удался, он нашел лекарства. Крысы появились, вы ни один не сказали об этом. Животные тоже этим вирусом заболели. Поэтому он сначала ставил опыты на них, а позже уже на людях, на этих манкуртах. И когда он увидел, что опыт удался на крысе, он поймал манкурта, поставил ловушку и поймал. Но когда он поймал манкурта женского пола, оказалось, что у одного из манкуртов у него была такая странная реакция. То есть они боялись света, у них был такой инстинкт, но этот манкурт выбежал на свет, чтобы попробовать спасти того манкурта. Вот этот человек, главный герой, он сначала не обратил внимания на этот факт, но позже он стал ставить опыты. Но он применил вот это лекарство на пойманном манкурте, и оказалось, что оно никакого воздействия не имеет на человека. Чуть позже, когда он проезжал по городу, он сам попал в ловушку, которую поставили ему манкурты. О, самое важное упустили. То есть он недооценил этого, и они сумели его перехитрить. А какая ловушка заключалась, в чем? Она была практически той же самой, что и он поставил. Это была какая-то петля, но когда он попал в эту петлю, он ударился головой об асфальт, и поэтому потерял сознание. Очнулся только при заходе солнца, когда ему нужно было убегать в укрытие, но он не успел, поэтому за ним погнались манкурты. Но еще у него был друг, собака. Когда эта собака стала его защищать от манкуртов, она сама заболела этим вирусом. Почему? Как? Потому что ее укусили манкурты. Ну, манкурты укусили. Да. Ну-ка подумай. А чего собака-то заразилась? Зараженная собака. О, зараженная собака, никакой не манкурт. Собака, которая была тоже зараженная, и они бросились, когда последняя луч, переграждающий дорогу исчез, они бросились. Что в этом заключается? Вот на этом остановиться. Что автор фильма хотел показать? Ну, почему они стоят тут в темноте, там, не могут выйти? На что это намекают? Никто этого фильма мне еще ни разу не объяснил. Я захожу, приехал в Потеряевку, а они сидят смотрят. Валерий Сокольский тут был. Я увидел несколько кадров. Я говорю, а что за фильм? Да это так, это так, фантастика такая. Я говорю, нет, ребята, что-то не то. Давайте-ка по-то. Ну и стал смотреть. И в конце разгадка идет. Оказывается, нашли 12 миллионов человек, которые не зараженные. Так? А что такое 12 миллионов? Ну, это... Это еврейская нация. Евреев 12 миллионов. Понимаешь, надо знать историю сегодняшний день. И вот теперь это показывает, откуда это все идет. Кто боится света? Образно теперь посмотрим. Кто боится? А что такое? Христос говорит, я и свет. Свет Евангелия. Люди боятся этого. Они в темноте находят. И находят они удовлетворение свое, когда ловят людей. Вот последний раз, когда он разговаривает с женщиной, которая спасла его. И он говорит, умерли все, 5 миллионов умерли. Никакого Бога нет. И сразу шум. Вот повернуть к Богу надо. Потом расскажете дальше. Становитесь, за стол садитесь. Вот уже Бога рассказала. Паточки. Последняя еще суть, когда он стал Бога говорить, она уже боялась говорить. Бога нет. И в это время нападение. Потому что она привезла, когда еще ночь не кончилась. Он же ночью их давил за собаку. И она его спасла. И говорит, какое время? Он сразу спросил. Да еще ночью. Они нас выследили. Вот. То есть она, если бы проехала в другое место где-то, он заходит, когда обеззараживает, чтобы не было запахов. Первые кадры. Так, за стол. Паточки. Замечательно. Да молодцы мои. А у вас? Да и у меня, конечно, есть. Дядь Володя. Да давай. Что? Покажите ваш платочек. Вот такой сон. Да. Представь, что обидатель побегал. Молодцы. 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 Вот он, вот он. Ну вот так, брат. Полфильма кое-как одолезет. Я уж не говорю, пола берла гривуса. Просян, хлеба положи, Игнатий Хилович. Все-таки он приехал. Хлеб. А, положили. Игнатий Хилович, выйти уже. Через края выпить. Половинку дай. Хватит, если даешь, что-то. Какие там сусловины сегодня? Там на дно. Так, в рот ничего не берем пока. Все, пока. Все, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Ешьте быстрее. Чтобы успеть два часа набрать до сна. Попозже встанете. Я к Виктору съездил, сказал. Галя, к Виктору сказал, что приходи. Молодцы. Продолжение следует...